Субтитры делал DimaTorzok 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 Да это уже мы там посмотрим, кто кому что присудит в суд. Ну что вы мне рассказываете? Я знаю, что такое суд. Я знаю, что суд делает и как он делает. Так же банк. Ну так вы уже определитесь тогда, по сессии будет или все-таки будет суд. Потому что что-то мне не верят, что банк подаст в суд. Ну так все предупредили о последствиях. Ну так все, предупредили. Ну что вам еще нужно от меня? Хорошо, все, спасибо. До свидания. Почему вы не хотите. Вы меня предупредили. Вы меня предупредили о последствиях? Почему? Это уже мое дело. Добровольно. На какие? На какие? Как решить? Как решить? Я заплатил денег? Так решить? А я бы хотел, чтобы банк мне немножко списал денег. Можно такое сделать? Почему банк вам должен списывать? Ну мне кажется, что там очень большие проценты. Я как-то меня не устраиваю. Николай Юрьевич, вы когда шли на Кипи-банк, брали бандит. Вы списывали денег в суд. Ну что? Банк воспользовался моей юридической неграмотностью. Я не знал, что я делаю. Мне просто нужны были деньги. А вот сейчас я как бы почитал договор и решил, что он кабальный. Поэтому я как бы хотел бы по-другому решить вопрос. Николай Юрьевич, вот вы сейчас сами говорите, что вы виноваты. Я? Вы пытаетесь обвинить в этом банк? Нет, я ни в чем вообще не виноват. Вы говорите, мне не грамотны. Мне не грамотны. Я использую вас банк. А кто-то не виноват, что вы неграмотны, как вы сказали. Чего-чего-чего-чего? Еще раз повторите. Виноват, что вы неграмотны, как вы. Юридический, я сказал, неграмотный. Был. Был когда-то. Извините, конечно, но там было по-русски написано, какие будут и запросочки на чистоту штрафы и проценты. Ну кроме этого там еще есть такие статьи. И ничего в этом юридического нет. Ничего в этом юридического нет. Да хорошо. Господи боже, что вы как-то пристали. Поэтому на основании 330-й статьи, понятия неустойки, банк вам вносит штрафы и проценты. Сейчас вы говорите, что вы с этой сумой не согласны. Вы меня слышите вообще, нет? Банк на полном. Что я вам сказал. Хорошо, что вы мне там насчитали. Ладно. До 28-го числа зафиксируйте там у себя, что я постараюсь оплатить. Все? Михаил Юрьевич, вы сейчас не даете ложный ответ. А как это вы узнали? Михаил Юрьевич, вот вы сейчас мне говорите, что у меня нет денег. Я не платил, потому что у меня нет денег. Я не согласен с собой. Хотя ладно, Светлана Сергеевна, я оплачу. Ну, я подумаю. Я сказал, что я постараюсь. Вы меня слышали вообще, нет? Постараюсь. Это не ответ. Это не ответ. А что по-вашему должно быть ответ? Запись разговора передается в банк. Да мне наплевать, когда она продается. Дальше ты что? Это ваш запись разговора. У меня сейчас все равно. Не перебивайте, пожалуйста. Я вам говорю, запись разговоры записываете, передается в банк. Я сейчас под ваш ответ зафиксирую, как вы сказали, постараюсь. А я зафиксирую платеж, то это будет неправильно. Ну, тогда не фиксируйте платеж. Я сейчас... Поэтому я и говорю, что банк требует от вас оплаты, понимаете? Требует. Да я рад, что банк требует. У меня нет денег сейчас. Он не просит, не умоляет, как вы... А требует в приказном порядке. Как начальник мой. Конечно. Ну, конечно. Потому что... А кто такой банк? Я не могу понять. Ну и что дальше, что я нарушил? Банк у нас что, все сильные? Банк ваш кредитор. И что дальше? Дальше что? Вы должник. И что дальше? Вы должник. В первую очередь я клиент банка. Клиент банка, а не должник. Нет, вы уже являетесь должник. Должник или не должник, это разберется в суд. Должник или не должник. Михаил Юрьевич, злостный неплательщик вы. А злостный неплательщик потому, что у вас испорчена кредитная история. Я сплю прекрасным сном, как злостный неплательщик. Представляете? Я очень рада за вас, что у вас кредитный сон. Но мы сейчас не обращаем. Нет, нет, нет. Вы вообще не понимаете, что вы говорите. У вас прерывается ваше там многоканалное видео. Где вы будете брать деньги на оплату? Это уже тебя не может волновать, в принципе, товарищ Волкова. Где я их буду брать? Михаил Юрьевич, где вы будете брать деньги на оплату? Тебя это не волнует. А где ты берешь деньги на свои прокладки? Скажи, пожалуйста. Что я сейчас? На прокладки где деньги соберешь? Михаил Юрьевич, вы взрослый человек, разговариваете? Я с тобой нормально разговариваю. Где ты берешь деньги на прокладки? Ты видишь мою личную жизнь, мою личную пространство? Я спрашиваю, где ты берешь деньги на прокладки? Михаил Юрьевич, давай там месячные пацаны у нас были. Я вас послушала. Где тебя на бременях смотрят? Чего? Вы разговариваете с сотрудниками. Чего? С кем я разговариваю? Я разговариваю с мошенником. С мошенником. Я даже не знаю, кто ты такая. Я не знаю, кто ты такая. Я не могу тебя инфицировать. Я тебя ни разу в жизни не видел. Бас, я не говорю, что мне будет звонить товарищ Волкова. Все ясно. Чего? Чего там-то? Я не очень понимаю, что там не происходит. Какая вам разница? Мне никакой банку нужно. Ну и все. У меня мало-мало волнует, что банку нужно. Банку нужно их получить. А где я их уже возьму, это никого не волнует. Михаил Юрьевич. Если я их закачу где-то там... Что? 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 Вам звонят, как вы заметили, на джипа много раз. И что дальше? И по комментариям я вижу, как вы хамите, игнорите, грубите. Да потому что вы достали. Потому что достали. Вот вы сами говорите. Ну зачем вы это? Да не надо влиять на мою совесть. Я же уже вчера вам это говорил. Не нужно. Да я не влияю на вашу совесть. Ну и что? Мы вам звоним, или не знаю, я, по-моему, или звоню, чтобы вам помочь. Мне не надо помогать. В чем? Погодите-ка, погодите-ка. Помочь в данной ситуации мне могут только деньги. Займите мне денег, товарищ Волкова. Я придумал выход из ситуации, рассказать, помочь мне. Или вы только болтать можете. Или вы бы с моим другом, или знакомым, я бы вам заняла деньги. Да? Мне никто. Ну, давайте познакомимся. У нас сегодня у меня работа, которая там нет. Давайте познакомимся. Меня зовут Михаил Юрьевич Кузанов. Михаил Юрьевич, у вас есть семья и дети. Ну что? Ну как? А все, что ли, у меня есть семья и дети? И все, мне яйца зашли, что ли мне надо или что? Не знакомиться с женским полом или что мне? Михаил Юрьевич. Ага, что? Давайте вы будете вести нормальный конструктивный диалог. Да, да, я знаю все эти ваши фразы. Я веду нормальный диалог, я же спрашиваю вас. Вы говорите, что хотите мне помочь. Я вас спрашиваю, каким образом вы хотите мне помочь? Я вам помочь, говорю, не то, чтобы вам взять и занять денег, а то, что решить вашу проблему. Да каким образом вы можете мне ее решить? Вот объясните мне. Помощь в решении вопросов финансового только зацепляться в деньгах. Вы знаете, репутация у вас хорошая? У кого? Друзья у вас есть? Да, конечно. У вас? Конечно. То есть друзья у вас хорошие? Уважения у вас с ними хорошие? Конечно. Вы не какой-то там алкоголик или еще что-то, да? Нет, нет. Нет. Периодически могу, конечно, бухнуть. То есть друзья вам? Ну не каждый день, да? Конечно нет. Каждый день денег нет, я сказал. Так обратитесь. Михаил, если у вас нет денег, два друга, всего лишь два друга, позвонили одному, займи пять тысяч, другому позвонили пять тысяч, вот и будет сумма. Пошли оплатили, друзья мне возвращают, нежели банку. Они штрафы, проценты не начисляются. И с ними можно договориться на определенный срок. Нужно выполнять обязательства, которые выполняют, принимайте вам банку. Вам банк поставил требование. Какие будут от вас оплаты в определенный срок? Ну хорошо, хорошо. Я же сегодня с утра вам вот вашей царжинке объяснял, что я коплю на полное закрытие кредита. Копики, вы с чего? Вы вообще работаете? Конечно. В полиции. С кем вы работаете? В полиции работаете? Угу, да-да. Вы как зарабатываете в месяц? Ну какое вам разница, сколько я зарабатываю? Я думаю, больше коллекторов. Какой у вас доход? Да, я сейчас не могу понять. Мы с вами что, сватаемся, что ли? Какая разница, сколько у меня доход? Нормальный. На жизнь он хватает кое-как. Сами понимаете, цены поднялись. А наш, этот самый, премьер-министр сказал, денег нет, но вы держитесь. Вот я стараюсь держаться. Жена у вас работает? Ой, я не помню. Как это вы не помните? Ну вот так вот. Причем тут моя жена? Какая разница, работает она или не работает? Она тут при чем? Вы с женой живете? Вы с женой живете? Юрий Юрьевич, статья 89. Да, да, я знаю. Прекрасно, сейчас вы будете мне в паре поставить. Да, ну и что дальше? Что несут они там какую-то ответственность? Взаимную или как там это не говорится? Други обязаны материально поддерживать друг друга. А, да вы что? Ну вот не хочет моя жена меня поддерживать. Если вы работаете в полиции, вы наверняка знаете, да? Не хочет моя жена меня материально поддерживать. Говорю и говорю, поддержи, поддержи. Она говорит, нет, все, иди сам ругайся. У нас в декрете находится. Может быть, может быть, все. Я же вам ничего не сказал. Может, и декретные платят. Ну, может быть, и платят декретные. Почему ты декретные на кого платят, девушка? У вас есть ребенок вообще, у самой? Нет. Нет? Ну так я вам расскажу, что декретные платят на ребенка, не на кредит, который взял муж. А вы не работаете в полиции. И что дальше-то? А муж, почему муж не платит? Я не могу понять, почему вы решили, что вы можете вообще разбираться, что я должен платить и откуда вы брать деньги. Потому что мне нужно зафиксировать платеж. Да ну и что? Зафиксируйте платеж. Причем тут мои финансы вообще, не могу понять. Причем тут мои финансы, где я что зарабатываю. Я зарабатываю ровно столько, сколько хватает в моей семье. Нет денег на банк. Понятно? А зачем брали? Не могу я в данный момент удовлетворить амбиции коммерческой структуры. Не могу. У меня есть другие обязательства. Продавайте то, что брали. Продавайте то, что брали. Как? Потребительский кредит. Нет, я так не могу. Это я продам гораздо дешевле. Я ничего не заплачу. Как этого не можете? Если вы не можете вернуть деньги, у вас их нет. Продавайте. Занимайте, продавайте. Частями занимайте, полную сумму займите. А вот скажите, пожалуйста, вам нравится такая работа? Вот у вас. Мне очень. Очень нравится? Я люблю свою работу. Ну то есть, любите, да? Ну вот, а вот скажите, пожалуйста, когда вы так бабульке звоните и говорите, продавайте, вот у бабульки сердце там начинает стучать. Как вы считаете, нормально это по-вашему? Ни у кого сердце не стучит. Да конечно, да вы что? А вы знаете, сколько благодаря таким вот коллекторам, как вы, которым нравится их работа в основном, сколько повесилось, с мостов прыгнуло? Как вы считаете, как вы считаете это? А вы знаете, что еще я вам хочу сказать? Я вот, я тут узнал, что сидели... Вы хотя бы перед самим собой были, были. Да ладно, перед самим собой, нормально, нормально все. В России в целом эта ситуация. Сумма смешная, это не деньги, понимаете? Я знаю, знаю. Ну так вот, я тут узнал еще, что у банка-то уставные капиталы за рубежом. Вот. И как бы я вот, если заплачу, как бы кредит я буду изменником родины. Вы знали об этом? Михаил Юрьевич, я вам говорю, платите для себя. Для себя? Как для себя? Любые деньги, которые я заплачу, любые деньги, которые я заплачу банку, это будут деньги банка, а не мои. Для себя я их заплатить никак не могу. Это начнем с этого. Да чтобы хотя бы вылезти из долговой ямы. Да какая долговая яма, господи боже, 8 тысяч рублей, это по вашему, не полдовая яма? Кредитную историю портите, вам еще детей растить и учить. Да, послушайте, послушайте, это все это, а я при чем тут? Ну дети сами возьмут, подрастут. Они возьмут, слава богу, не будут платить таким, таким там. Михаил Юрьевич, кредитная история испорчена у вас и у ваших детей. Да ладно, что вы мне вообще впариваете? У меня вот такая ситуация, тут жене предлагают машину купить, и что там испорчено? Вы же в полиции работаете. И что дальше-то? Это статья, кредитная история, портится у вас и у ваших ближайших родственников на ближайшие 10 лет. Да банку насрать, у кого она там портится, банку денег надо заработать, понимаете? Не важно, кому там дать деньги. Михаил Юрьевич, у вас просочка 91 день. И что дальше? Ну что, я вот сейчас пойду, я вот сейчас пойду с женой, и она спокойно в момент кредита что хочет. И ничего не будет, понимаете? Давайте, вот попробуйте, попробуйте. Да без проблем. Вашей жене не дадут кредит. Не вашим родителям не дадут кредит, но вашей жене, не вашим братьям и сестрам кредит не дадут. Потому что Михаил Юрьевич испортил кредит. Ну а с другой стороны, с другой стороны, это хорошо. Пускай все живут по своим, как сказать, возможностям. А как вы будете детей растить, Михаил Юрьевич? Зарабатывать денег, растить, ращушь как-то. Жена у вас, подождите, вы вырабатываете, вы мало. А я вот понять не могу, а что у нас берутся кредиты на то, чтобы детей растить, что ли, или что? Послушайте, пожалуйста, послушайте, что я вам скажу. Вы можете вернуть, грубо говоря, 9 тысяч. Вырабатываете вы мало, жена у вас не работает. Так я вас спрашиваю, с чего вы взяли, что я не могу их вернуть? С чего вы это взяли? Учить. Учить их. С чего вы взяли, что я не могу их вернуть? Деньги вам понадобятся, понимаете? Понадобятся в любом случае. Родители у вас не молодые, как вы говорили, пенсию не получают. Госпожа Волкова, с чего вы взяли, что я не могу вернуть эти деньги? 8 тысяч. Господи, боже мой. А почему вы их не возвращаете? Ну, не хочу, нет у меня возможности. Нет, вы не хотите. У меня в данный момент другие немножко приоритеты, я вот как бы попозже верну. У меня сейчас нет возможности вернуть. Михаил Юрьевич, вы очень принципиатый человек, вы очень тяжелый человек. Угу, угу. Да, да. Прям как вы. Вот вы все, вы же сон сколько разговариваете, сколько вы еще. Тараторим, тараторим, все не по делу. Я. Конечно. А кто, я что ли? Вот именно, что тараторим, тараторим. Можем. Я же вам уже все сказал. Что вы все, у вас там вообще должны быть зимитные звонки. Все, кладите трубку. Сумой. Из чего? У вас беззимитные звонки, Михаил Юрьевич. Какие звонки меня ждут? Вы вообще пропадаете. Мне кажется, вашему агентству надо зацепить. Вы заедаете. Чего? Михаил Юрьевич, дайте. Блин, вы понимаете, что я вас не понимаю, что вы говорите? Я слышу только пол вашего слова. Я тоже так же вас слышу. Вот что я? Что я должен сделать? Чего надо? Все, давай. До свидания. Поговорите мне еще. Михаил Юрьевич, ну я с вами еще не закончила разговаривать. Господи, а сколько вы должны... Может, у меня нет лимитов, что ли? Я не могу понять. Да беззимитные звонки у нас. Ну, понятно. А у вас что, время не ограничено на звонок клиенту банка? Нет. Нет? Нет, не ограничено. Как вас зовут еще раз? Как вас зовут? Светлана Сергеевна Волкова. Светлана Сергеевна. А вы где живете? В Москве? В откуда вы сейчас звоните мне? В Москве. С Москвой звоню. С Москвой? А сколько лез вам? А это какая разница? Светлана Сергеевна. Ну, какая разница? Я же говорю, например, примерно понимать возрастной критерий, сейчас с кем я разговариваю. Михаил Юрьевич. Да. Это абсолютно не относится к вашим долгам. Светочка! Сколько лет тебе? Михаил Юрьевич. Стало смешно, что ли, да? Ну, сколько лет? Скажи, пожалуйста. Мне просто очень интересно. Оплачивать тогда будете. Тоже очень интересно. Сколько мне будет? Не хочешь знакомиться с должником, что ли? А автоматически звонки поступают. Ты вот сейчас общаешься с должником, ты должна знать о нем многое, чтобы, понимаешь, естественно, как вы говорите, конструктивный диалог. Сколько лет тебе? Давай познакомимся сначала. Михаил Юрьевич. Сначала мы с тобой знакомимся, потом я отвечаю на твои вопросы. И вообще буду говорить всем сотрудникам конторы вашей, там, этой шараги, чтобы общался только с товарищем Волковой и Светланой Сергеевной, да? Не ошибаюсь. Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна, да. Чтобы мне другие не звонили. Михаил Юрьевич, вы мне попадаетесь на линии? Я думаю, блин, опять Михаил Юрьевич. Ты что, не рада, что ли, что я с тобой общаюсь, что они попадались на линии? Ты должна вообще бога благодарить, что ты такой, как я с тобой попадаюсь. Я на ладу не могу договориться. Да и хрен с ней. Причем тут этот, что, какая тебе ответственность за это? Никакой. Я же буду за нее нести ответственность за это. Ладно, Михаил Юрьевич, я вас о последствиях предупредила. Светлана Сергеевна, погоди, не клади трубку. Ну, чего ты сразу сливаешь? Кот пошла. Знаете, друзья, я недавно... Здравствуйте, кстати, это Кузнецов Дмитрий. Я недавно тут в кафешке сидел, кофе пил. И смотрю, сидит две чувихи, и у них на башке гарнитура. На голове гарнитура, и, знаете, так рукой придерживают микрофон, и что-то базарят, и так это эмоционально, обе причем. Блин, думаю, а вот прям как это что-то задело аж. Я раз, и сделал вид, что мне надо выйти там на улицу, и обратно медленно прошел. Две коллекторши сидят, вот в кафешке просто сидят, это вот удаленные сотрудники сидят, и просто там кому-то мозги выносят. Я просто, ну, и уже у меня слух на это, как говорится, натренирован. Я просто по отрывкам в трасс это понял. Две сидят курицы, создают друг другу тон, понимаете, просто тупо в кафешке сидят и взаимодействуют, взаимодействуют, как они говорят, с должниками, мотивируют должника на оплату. Вот здесь та же самая ситуация. Интернет у нее хреновый, вай-фая у нее своего дома нет. Видимо, может быть стыдно перед родственниками, чем она занимается, либо просто где-то в общаге не может это делать. И вот она пошла в кафе, где бесплатный вай-фай, и там вот пытается вот такими вещами заниматься. Ну, по ее мнению, это гениальное решение вопроса. Само собой, никому ничего не должна, ноль расходов, и, конечно же, очень крутой заработок. Ну, так она считает, наверное. Что, если серьезно, то она тут права. Действительно, как она заявила, тут процентов 5 вот таких вот вредных, неконтактных людей, а все остальное, как заметил автор, люди, которые, ну, собственно, в той самой категории, отдающие последнее, лишь бы не иметь проблем с банком. И не удосужившихся даже себе вопрос задать, а каких проблем? Видите, они какими рычагами пытаются дергать, да? Вот жена, и хлоп, статью. Ну, ладно, мы с вами берем, открываем эту статью, про которую она сказала, статья 89, обязанности супругов по взаимному содержанию. Семейный кодекс, вообще-то, это. Ну, и написана первая часть. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Вот это она прочитала. Обязаны материально поддерживать друг друга. Вот. И, ну, и дальше идет, собственно говоря, статейка-то небольшая, и все здесь рассказывается именно про то, что нужно детей содержать вместе. Какие-то там, если жена в декрете, то муж там тоже должен какие-то там делать финансовые влияния в ее здоровье и так далее. Но ни слова не написано о том, что они должны вместе удовлетворять амбиции кредитных, вот этих вот коммерческих структур. Понятное дело, очередной вот этот финт с озвучиванием заголовка. Обязанность супругов по взаимному содержанию. Часть первая. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. И вот весь этот диалог, автору спасибо отдельное за этот хороший длинный диалог, показывает на их бестолковость, неспособность думать и какая-то, может быть, искусственная заточенность. То есть они, когда садятся работать, они вот себе, как это, знаете, реально мозг, какую-то часть мозга отключает, если у них есть. Но вот это вот, подозреваю ее совсем, малоопытный сотрудник. И, может быть, максимум, там прошла какие-то стажировки, зачеты сдала и вот пытается там работать. У нее опыта немного, потому что, ну, видно, что не по скрипту читает, а что-то пытается там, вроде как, действительно, в диалог какой-то спорить. Но вот во всем этом споре у нее не хватает тямы, сообразительности вникнуть в те аргументы, которые выкладывает ее собеседник. А собеседник-то в юмористической форме в такой выкладывает действительно серьезные аргументы. Если вот в обычном споре не подразумевающем, собственно говоря, какие-то обязанности, как коллектор обязан что-то сделать, просто если спорить, то нормальный человек прислушается, он же дело говорит. Вот он говорит дело. Вот здесь вот эти вот фигурируют вот эти вот моменты, что опять же взять кредит не сможет никто. Даже если бы это было хоть немного похоже на правду, так ей в ответ говорят, очень хорошо, будут жить по средствам. Она в ответ. Вот вы не можете, у вас маленькая зарплата, как вы будете жить? Ты дура, задумайся. В смысле? А ты предлагаешь жить в кредит. И это решит все проблемы. То есть искусственно загоняют людей в долговую яму. Либо займи у друга, она говорит. Ну что вам стоит позвонить одному, занять пять тысяч, второму занять три тысячи, и вот вам восемь тысяч в руках. И зато... Слушай, и добавить, и потерять двух друзей. Блин, зато... Извините. И зато амбиции банка поддержать. А над этим-то задумывалась, да? В смысле позвонить другу? Да зачем я буду это делать? Вот, понимаете? Тут просто эмоциональный ряд. Наш канал на это и настроен, чтобы взбудоражить людей, которые зациклились в своих долгах и не могут, не могут вот так вот на фоне всего происходящего включить голову. Ребят, включайте голову. Вот сейчас я эмоционально прокомментировал этот ролик. Даже без каких-то юридических доказательств преподнес вам чисто человеческие умозаключения, которые у любого нормально здравомыслящего человека должны быть. Без вариантов. И где здесь логика? Логика, где в словах коллектора? А ее нет. Так почему же вы слушаете их? Почему вы несете последнее? Правильно сказал автор. ОТП-банк – это структура иностранная. У нее не уставной капитал, ну я поправлю его, а у любого банка активы все в иностранных банках находятся. То есть расчетных счетов здесь как бы нет. Это раз. То есть это не резиденты Российской Федерации. То есть эти деньги по большому счету даже не остаются в России. Это все на самом деле налогообложение, а налогообложению даже не подлежит. То есть есть какие-то здесь счета минимальные, а основные все резервы у них за границей. То есть все эти банки, они по большому счету резиденты других стран. Резиденты, то есть это зарегистрированных в других налоговых налоговых других стран. И платятся налоги, естественно, в те страны. Вот такая вот фигня, скажем так. И не отдавать кредит банку не стыдно, если вы не можете это делать. Гораздо зазорнее ущемлять ближних, гораздо зазорнее просить в долг у кого-то, чтобы отдать в банк, чтобы потом в итоге не отдать этому своему товарищу, другу, соседу, потому что через месяц буквально новые претензии от банка появятся. Потому что если вы один платеж внесете, то через месяц придется вносить еще один. Слушайте наш канал, подписывайтесь, будьте в курсе. Пожалуйста, ставьте лайк и делитесь в соцсетях. Это сделать очень просто. Под каждым роликом есть слово поделиться. Нажимаете, выходит лента соцсетей и делитесь. Просто элементарно в тех соцсетях, где у вас зарегистрирован аккаунт. Как можно больше людей должны знать эту правду, такую вот ненавязчивую. Ну а если вы хотите все свои проблемы решить в законном формате, максимально эффектно и 100% законными методами, то обращайтесь в нашу компанию. Компания называется Алиам. Ссылка на наш сайт в описании этого ролика. Также там есть видеопрезентация, чтобы было не голословно, а просто предложение. А реально вы могли послушать, посмотреть презентацию, алгоритм работы кредитных юристов. Что мы для вас сделаем? К чему мы вас приведем? Какие комфортные платежи? Что это такое? Почему вы уже через год просто забудете о всех своих долгах? Нет, точнее не так, как только вы заключаете с нами договор, вы в принципе можете считать себя свободным человеком. А через год это будет уже законная ситуация, то есть проведенная по всем необходимым ресурсам и сделана профессиональная, качественная работа в отношении вас. 100% законные методы. Желаю вам счастья, конечно же, здоровья, финансового благополучия и сообразительности. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. До свидания.